Убедить мать Дрейка, чтобы юный Дрейк смог оставаться в его доме с ночевкой во время прослушиваний в различные проекты. И к сожалению... ЧЕГО БЛИН? Майя Невна, и с вами всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Егор Побирский. Это Дэн Шнайдер, вся грязь о продюсере Nickelodeon. Короче, я вот, я раз недавно слышал про то, что какая-то там грязь с Nickelodeon была и так далее, и вот решил посмотреть это видео, поискать что-то интересное по этой теме. Погнали! Привет, как вы знаете или не знаете, у меня выходит моя игра. Есть на ней уже ссылочка в описании, на ее страничку в Стиме. Я был бы очень благодарен, прям невероятно благодарен, если бы вы просто добавили бы игру в список желаемого. Сейчас мне очень важно, это невероятно важно, что вы просто перешли на страницу в описании, добавили ее в желаемое. Даже если у вас нету аккаунта в Стиме, пожалуйста, создайте его, это полностью бесплатно, очень быстро делается, и добавьте игру в список желаемого, это очень поможет. И даже антимайни одобряет ваше решение. Я антимайни, и я одобряю ваше решение. О каком решении мы говорим? Совпадение ли, что трое осужденных детствов работали на детском телеканале? Что если я вам скажу, что эти люди руководили детьми на съемочной площадке? Что, если многих несовершеннолетних девочек заставляли целоваться с мужчинами старше 18 лет на камеру? А что, если бы вы узнали, что многие из этих юных жертв выросли и сами совершали неподобающие действия с детьми? Это не слухи, это факты. Когда вы объединяете эти факты с осознанием того, что... Насколько там все сломаны, блин, там детей сломали, дети сами потом сломали, взрослыми стали сломаными. Что многие шутки, одежда и даже случайные фрагменты декорации были с сексуальным подтекстом? В этот момент вы начинаете понимать, что это все не просто совпадение, а наоборот сделано намеренно. Сегодня я расскажу о том, как сеть руководителей канала Nickelodeon разлучила детей актеров с их семьями, заставив актеров эмоционально зависеть от продюсеров, чтобы затем злоупотреблять своей властью, зарабатывать миллиарды долларов на детском труде, заставляя их работать сутки напролет, а в случае чего давить и угрожать, если актеры хотят выступить против верхушки канала. И все эти случаи сводятся к человеку, создавшему несколько самых культовых детских сериалов Дэну Шнайдеру, о котором и пойдет речь в сегодняшнем видео. Дэн Шнайдер и сам был актером в детстве, играя Денниса в очень популярном на тот момент сериале «Староста класса». Его звали на ведение премии Kids Choice Awards, это что-то по типу Оскара от мира Nickelodeon, где его заметил Алби Хект, который занимал на тот момент пост главного продюсера на канале Nickelodeon. Он предложил Шнайдеру совместно создать новый детский сериал, чтобы привлечь новую молодую аудиторию на телеканал, так как 80-й канал был максимально убыточным и терял миллионы долларов в год. И у них это получилось. Сериал получил название «Всякая всячина» и сразу же стал супер успешным, как только вышел в эфир. Шоу длилось 10 сезонов, дела шли в гору. Руководители канала гордились работой Шнайдера и Хекта. Канал впервые начал приносить доход. И казалось бы, что могло пойти не так? Разве что какой-нибудь скандал о жестоком обращении с детьми. Что и произошло, по словам Анжелики Бейтс, которой было всего на тот момент 12 лет. До 2-го до 6-й год я была постоянной актрисой. Реально «Никелодианская косячина». Мне было сегодня 12 лет. Когда началось самое уничтожное кошмар? Я была физически, психически, эмоционально разрушена в front of the producers and cast members. Вы все читать умеете. Читать умеете. Анжелика – первая, кто осветил насильственные действия со стороны Никелоди. Анжелика вспоминает, как продюсеры Никелоди были против того, чтобы ее мама присутствовала во время съемок. Что якобы мешало производству сериала. Хотя некоторые родители оставляли своих детей без присмотра на время работы. И они доверяли продюсерам и не стали лишать своего ребенка возможности построить карьеру самостоятельно. Ну блин, знаете, вот самая большая проблема всей этой ситуации, всей этой темы. То, что она об этом сказала, когда уже, как бы, ну это было давно. И опять-то уже никак не проверишь, да, в этот момент. То есть когда будут настоящие доказательства, это одно дело. Когда ты просто говоришь, ну вот, я раньше меня абьюзили, блин. Вот просто даже если я сейчас скажу, приду и скажу, что вот мне в школе абьюзил вот тот вот учитель какой-то, да. Вот он такой плохой абьюзер. Может быть я и буду прав, но это надо делать вот по горячим следам, а не когда уже прошло очень много времени, мне так лично кажется. Ну понятно, что делать, что на ребенка надавили, но в этом и вся гнилость этой ситуации, то, что правда где-то он не понятно где. Также стоит упомянуть ситуацию, из-за которой руководство канала еще больше стало недолюбливать мать Анжелики. Когда была ситуация с сексуальным домогательством в адрес Анжелики, и ее мама пригрозила каналу иском в суд. Но этого не было сделано, так как и у Никелодиона было кое-что на маму Анжелики. Ведь та подвергала свою дочь физическому насилию, как и дома, так и на съемочной площадке. Господи, бедная девочка, кошмар, дома бьют, там, блин, издеваются. Какой-то кошмар, просто она нигде не чувствует себя в безопасности, просто подумайте об этом, это ужасно. И не понимаю родителей, которые бьют своих детей. Не понимаю все это. И поскольку никакой огласки в это время об этой ситуации не было, руководство канала приняло решение постепенно давать все меньше и меньше работы Анжелике, из-за вмешательства ее матери. После чего окончательно избавились от Анжелики и переключились на другие проекты с детьми. Отделять детей от родителей, это, по-видимому, главная фишка Никелодион. Этому есть подтверждение от многих актеров. Например, от Тайши Хэмптон, которая рассказала о подозрительном поведении, с которым она столкнулась на съемочной площадке. Она также подтверждает, что в эти моменты родителей не было рядом. Аманда Бэйнс В свои 10 лет Аманда выделялась среди своих сверстниц и демонстрировала свои актерские навыки, играя различных персонажей. В подростковом возрасте она уже хорошо держалась в кадре, чему мог позавидовать любой другой взрослый актер. Шнайдер явно проявлял знаки внимания в ее сторону и боготворил Бэйнс, благодаря чему и дал ей проект под названием «Шоу Аманды», которое впоследствии стало одним из самых рейтинговых на телеканале. Самым странным в этом шоу был скетч под названием «Джакузи Аманды», где она, будучи 13-летней девочкой, брала интервью у взрослых мужчин в бассейне. В одном из эпизодов также получил... Окей, да, это очень странно. Ладно, это действительно очень странно. Участвовал, как вы думаете, кто? Дэн Шнайдер. Учитывая тот факт, что Аманды были... Мы не будем как одеты, конечно, полностью, но все равно это странное решение. Очень напряженные отношения с родителями, а в частности с отцом. Дэн Шнайдер, узнав про это, сразу же попытался стать для нее заменой отца, чтобы быть к ней еще ближе. Также в этой ситуации хочется рассказать о самой жести. Был человек с именем Джейсон Хэнзи. Он был ассистентом режиссера и по совместительству очень хорошим другом Шнайдера. Он работал над шоу Аманды и вызывал у всех положительные впечатления и был на хорошем счету у руководства, актеров и родителей актеров. Но не тут-то было. В 2003 году мать одной из актрис, которой на тот момент было всего 11 лет, застала свою дочь за получением электронного письма от Джейсона, где тот отправил ей фото, на котором он ассировал. Это была фотография от него. Капец! Это просто какая-то жесть. Это ненормально. Знаете, я вам хочу сказать, это ненормально по отношению к детям. Это вообще какой-то мрак. Это реально судить надо сразу же. Но это даже ненормально по отношению к взрослым девушкам. Ребята, это думайте головой, а не тем, что снизу просто. Я иногда не понимаю, почему люди под влиянием нижнего полового органа начинают творить такую дичь. Это просто дичь. Ну почему нельзя подумать головой? Человек карьеру себе разрушил. У него была карьера. У него была хорошая репутация. Он разрушил себе карьеру, потому что он не умеет думать головой. А думает чем-то другим. Да, грустно. После этого электронного письма ее дочь шла из индустрии, а Хэнди был арестован в апреле этого же года, так как правоохранительные органы обнаружили на его компьютере более 1700 изображений молодых девушек в эротических позах, а также 7 видеозаписей с детьми, которые совершали сферальные действия. В 2004 году он был приговорен к 6 годам тюремного заключения по статьям за развратные действия в отношении ребенка и распространения материалов сферного содержания по электронной почте, а также по обвинению в правонарушении, связанном с сферной эксплуатацией ребенка. Многие из вас, вероятно, думают, что 6 лет это очень мало. И сюрприз. Он вышел на свободу в 2014 году и совершил еще 2 тяжких сексуальных преступления в отношении ребенка. И это далеко не первый и последний случай, когда... Я вообще не понимаю, почему они так мало ссадят? Ну, типа... Это, ну, опасно. Люди для общества очень опасны. ...был причастен к телеканалу Некелодиуму. Актер Дрейк Белл, известный по сериалу Дрейк и Джош, сблизился с учителем по актерскому мастерству Брайаном Пэком. Реально, Дрейк и Джош, блин, это был мой любимый сериал, кстати. Тот постоянно приглашал Дрейка к себе домой на уроки актерского мастерства. Там же во время занятий присутствовал и отец Дрейка, Джо. Поначалу все шло хорошо, однако со временем Джо стало не по себе от отношения Брайана к своему сыну. Джо, отец Дрейка, выразил свои опасения, на что его назвали г***** из-за сексуальной ориентации Брайана. Узнав о недовольствах отца, Брайан начал манипулировать Дрейком и заставлял его разорвать отношения со своим отцом под предлогом, что это якобы может навредить его будущей актерской карьере. Честно, мне до сих пор непонятно, как, зачем и почему, но Брайан смог убедить мать Дрейка, чтобы юный Дрейк смог оставаться в его доме с ночевкой во время прослушиваний в различные проекты. И, к сожалению, ЧЕГО, БЛИН? Ну там же, отец же уже видел, что это очень странное поведение. Мама там вообще тук-тук-дун-дук, я не пойму. Они про... Пффф. Произошло то, чего опасался отец актера. Дело само собой дошло до правоохранительных органов, где те, прослушав все телефонные разговоры Брайана, убедились в его наклонностях. Брайан Пэк был признан виновным в растлении малолетних в 2004-м. Блин, капец, я когда Дрейк и Джо смотрел, я об этом вообще не подозревал. Бедный Дрейк. Ё-моё. Ну, его там зовут не Дрейк вроде бы, или Дрейк. А как его зовут? ...году. Он провел в тюрьме всего 16 месяцев. Человек, который играл Дрейка... Ой, ой, а почему на Николодине такой рассадник? Можно вопрос? ...был освобожден. И если вы удивлены таким ужасающе низким приговором, Пэк вышел на свободу в 2006-м году и устроился на работу в Диснеи. Там он работал над сериалом Сладкая жизнь Зака и Коди, где в главных ролях были два маленьких То есть, подождите, серьёзно, человек по статье, который как бы по-логичному, ему больше никогда в жизни нельзя, не то, что работать с детьми, взаимодействовать с детьми нежелательно, его наняли в Дисней ещё и на работу над фильмом с детьми, сериалом. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот так вот работало, а сейчас человека могут отменить просто за выдуманное, за что-то выдуманное, серьезное. То есть, человека могут сейчас отменить просто вот так. Раньше могли человека взять опять на работу, опять в той же сфере, а сейчас человека могут отменить просто потому, что кто-то сказал, что когда-то он сделал что-то плохое. Просто, я говорю, крайность, крайность, вот это крайность, и это крайность. Брата-близнеца. Несмотря на эти ужасающие обстоятельства, Дрейк остался в киноиндустрии и продолжал сниматься в суперпопулярных сериалах для Nickelodeon. Кстати, о популярных сериалах «Зои 101». Именно на съемках «Зои 101» появилось много фотографий, на которых Шнайдер позволял себе больше, чем просто общение с детьми. В «Зои 101» было 34 различных сцены поцелуев. И хотя это может показаться не таким уж странным для подросткового драматического шоу, это часто приводило к тому, что несовершеннолетние актрисы целовались с 18-летними мужчинами. Брандо Итану было 20 лет, а Виктории Джастис – 14. Виктории в это же время также пришлось целоваться с Джареном Возбургом, которому было 18 лет. И представьте себе, 12-летняя Джейми Линн Спирс должна была целоваться с 22-летним Джастином Тимберлейком на съемках «Всякой всячины». Также недавно... Жесть! Блин, ну там разница сумасшедшая в 8 лет. Половина практически в возрасте Джастин от Тимберлейка. Я не хочу обменить Джастин от Тимберлейка. Как бы тут... Я считаю, что тут виноваты режиссеры и продюсеры, которые такое допускают. Всплыла очень странная сцена из «Зои 101». И многие считают, что это сексуальный подтекст. Актриса из этой сцены вспоминает, как Дэн заставлял снова и снова брызгать в нее липкой жидкостью. В то время началось производство сериала «Ай Карли», который резко начал набирать обороты. Основная идея «Ай Карли» заключалась в том, что Карли и ее друзья Сэм и Фредди ведут интернет-шоу из своей квартиры. Сам Дэн часто общался с фанатами шоу напрямую. И в своем блоге, где он делился информацией о закулисе и отвечал на различные вопросы, он также начал публиковать множество закулисных роликов на своем ютуб-канале, которые явно демонстрируют нам о том, как актерскому составу, мягко говоря, некомфортно находиться рядом с ним. Это не будет видео для «Ай Карли» если бы я не делал это для тебя. Я не знаю. Что ты делаешь? Я не знаю. Что ты делаешь? Что ты делаешь сегодня? Кто сделал ваш обувь? Я делал мой обувь. Я тоже много кафеин. Не делай ничего с этим видео, пожалуйста. Это так лом. Ты знаешь, что average adult-американский маль имеет 18 волос на каждом из них? Это то, что случится когда он летит. Да, серьезно. Дай мне домой, Дэн. Мы бы домой, если бы вы получили какие-то твои линии раньше в днях. Правда? Я правильный? Да! Да! Кто это? Ну, тут не выйдет прям, не знаю. Тут, конечно, музыка на заднем фоне пытается давить саспенсом, но, честно говоря, я не вижу тут ничего такого прям супер ужасного. Ну, реально, пока что я не вижу ничего такого супер ужасного. Ну, просто... Ну, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Я боюсь. Jeanette. Hello. Сузи May Page хочет узнать... It's May Page? Yeah, если бы ты могла заполнить... I would choose... Get out of here. ...вторя узнать, если бы ты могла заполнить поле с чем-то, что ты любишь, чтобы спать в ней. Что бы это и почему? Um, конфетти, потому что это церковь в поле. Okay, это не имеет смысла. Okay. Miranda. Pineapple juice. What? Я не спросил вопрос. Okay, the question is, if you wanted me to hit you with a bottle of something, what would it be? T-R-C. Pineapple juice? Okay, here it comes. This is why I'm in Hollywood. Get your cereal, kids. Как бы есть какие-то странности, но не скажешь, что прям, ну типа прям вот стоит такую музыку за ним подбирать. Ну ведь лично я считаю, что тут... В этих роликах мы видим, насколько непредсказуем Дэн. Просто посмотрите, как Миранда отступает от Дэна, когда он заходит ей за спину, а затем обнимает ее сзади. И как она неловко замирает. Как вы могли видеть, когда Дэн направляет камеру на лица этих актеров, они часто приходят в замешательство. Они выглядят крайне неуверенно и испуганно рядом с ним, когда он разговаривает с ними. Также в шоу Шнайдера ноги всегда показываются крупным планом, и актеры оказываются в неловком положении, когда им приходится касаться ног друг друга. Многие отмечали, что логотипом Nickelodeon в какой-то момент была нога, предполагая, что влияние Дэна было настолько сильным, что он заставил руководство сменить логотип. И это далеко не просто какое-то совпадение или разовая шутка, учитывая тот факт, что Шнайдер рассказывал в своем блоге о мельчайших деталях производства сериала. И то, что многое сделано не просто так, а продумано до мелочей. Например, ожерелье Сэм. Как сказал Дэн, сделано из того же пластика, из которого делали старые радиоприемники, которые, к слову, очень любил коллекционировать Шнайдер. В другом посте, в своем... А к чему эта деталь? Типа, пластик был такой. В блоге он рассказывает об одной из многих неуместных шуток, в которой взрослая женщина сексуализирует 17-летнего актера. На первых нескольких дублях, когда Джейн произнесла свою реплику, Эй, эти штаны тебе очень идут. Она смотрела на его брюки спереди. Я попросил режиссера тихонечко вмешаться и сказать ей, что, поскольку это для Никелодион, мы бы предпочли, чтобы она посмотрела на заднюю часть его брюк. Также, во время работы на Дайкарле, 47-летнему Мартину Вайсу, который руководил десятками детей и актеров, было предъявлено официальное обвинение в... Мальчик рассказал полиции, что около 6 лет назад у него был... С Вайс от 30 до 40 раз. И... Прекратилось, когда ему исполнилось 15 лет. Кошмар. Но Вайс отрицал, что это... Господи, бедный ребенок. ...было насилие, потому что 15-летний актер якобы сам проявлял интерес к Вайсу. Да-да-да, я такой думаю, а почему бы с 15-летним? Просто... Ха, ну полностью оправдан получается. Или как он это ожидал? Как он ожидал? Что-то типа оправдает после этого, такой... А, ну ребенок захотел, а ты, поскольку взрослый и не умеешь думать своей головой, то значит ты полностью оправдан. Это просто безумие. Просто безумие. Но мальчик сказал, что Мартин убедил его, что это обычное дело в индустрии, и отказ разрушит его актерскую карьеру. В очередной раз Фил проник в Никелодеон. И ничего не изменилось. Шнайдера это не остановило, и он продолжал набивать свои карманы деньгами. Сериал Зои 101 недавно закончился. Дэн знал, что Виктория Джастис, которая принимала участие в сериале, имеет потенциал для собственного шоу, и решил создать Виктория-победительница с Джастис в главной роли. Ариана Гранде, как известно, добилась успеха в Виктории-победительнице. Она была идеальным дополнением к шоу благодаря своим потрясающим вокальным способностям. Но ее роль в шоу заключалась в легкомысленной девушке, которая говорит буквально все, что у нее на уме. Идеально для того, чтобы Дэн мог воспользоваться этим и вставить еще больше неоднозначных намеков. sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? Mm, I'm thirsty! На самом деле, буду честным, выглядит это сейчас в очень странном контексте, ужасном контексте, но тут еще очень сильно решает музыка и фильтр, опять же, непонятно, как это подавалось в сериале, но я согласен, это отдает крепаться, что у меня за грязь на кепке, ну ё-моё. И на случай, если вам интересно, были ли сцены с ногами только в Айкарле? Ответ нет. На самом деле Шнайдер начал еще больше уделять этому внимание в Виктории Победительнице. В конце 2010-х годов люди также анализировали его старые твиты, в которых он постоянно говорил о ступнях и пальцах ног людей. Этот палец принадлежит одной из звезд моего шоу. Чей этот палец? На что он позже написал в Твиттере. Этот палец принадлежит милой и невероятно талантливой мисс Джанет Маккарди, которая ранее играла в Айкарле, а потом был совместный проект с Рианой Гранде, с Сэм и Кэт. Напишите на своей ступне Сэм и Кэт, поставьте хэштег, и мы будем ретвитить и подписываться, пока у нас не заболят пальцы. Я также нашел очень старую рекламу Пепси, в которой Дэн снимался в конце 80-х, и этот ролик был сосредоточен на его ногах. Исходя из этого, мы можем предположить, что странный фетиш Шнайдера начался еще в детстве, когда ему было 14 лет. Теперь после того, как мы услышали множество обвинений, слухов, свидетельских показаний, обвинительных судебных приговоров и признаний, связанных с работой Дэна Шнайдера на Никелодеон. Остается только гадать, было ли это простым совпадением или заговором верхушек канала. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Да, ну блин, конечно, куда родители смотрели частично, то есть, понимаете, для меня вообще удивительно, что родителям так по барабану было абсолютно. Ну, слышали, какие там родители были? Часть родителей там были не лучше, чем других. Ну, вы поняли. Короче, я не знаю, прям какой-то кошмар. Просто какой-то дикий кошмар. Мне удивляет, что после этого, конечно, многие продолжали сниматься следующих шоу, поэтому я опять же, я могу сказать, что это все очень странно. Там, где изначально уже есть обвинительный приговор, там, где суд уже признал и там есть доказательства, я садил, там никакому спору не могут подлежать. Но некоторые вещи все-таки можно все-таки притянуть за уши, потому что можно ставить даже какую-то смешную штуку, положить на него страшный звук сзади, накинуть фильтр какой-то ряби, и это будет казаться страшным. Поэтому, не знаю, тут сложная, сложная ситуация. Ну, Дэн Шнайдер явно у него какой-то странный подтекст в голове, и как-то слишком фривольно себя ведет с детьми, но хотя бы за ним замечено реально домогательство. Ну, прям вот таких, которые были с другими, тем же Дрейком, например. Жесть, жесть, конечно, все равно это все противно и ужасно. Ребята, ссылочка на оригинал в описании, приходите, подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно, всем счастье, здоровье, дальше всю придачу, пока!